Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов на связи со студией Freedom. Максим, я вас приветствую в эфире. Приветствую. Давайте разбираться. Да, мы сейчас видим, что активизировалась эта дискуссия по предоставлению в том числе и оружия средней дальности. Это какой-то новый этап. Это какая-то новая, скажем так, может быть, новый этап, который связан с какими-то международными договорами. Как вообще это оружие передается или не передается. Это как-то регламентируется. Либо тут просто сейчас идет речь некой политической воли от наших союзников, от наших партнеров помочь Украине. Дать некий ответ на то, что сейчас делает Российская Федерация в применении в том числе и ракет средней дальности по территории Украины. На данном этапе войны, когда фактически ежедневно огромным количеством дронов, ракет атакуются территория Украины. Ну, первое, что стоит отметить, это то, что парламентская ассамблея НАТО – это консультационный орган. Он не принимает каких-то решений, он консультирует, он советует по направлениям, которые входят в его компетенцию. Поэтому, когда в резолюции фигурирует призыв предоставить Украине ракеты средней дальности – это просто такое предложение. То есть говорить о том, что в НАТО есть такая общая позиция о том, чтобы передать Украине такие ракеты – это еще пока рано. Да, и не так много тех ракет, на самом деле, которые могут Украине предоставить. В первую очередь у меня, я сверился с военными экспертом, которые, безусловно, больше в материале приходят, но только тамагавки. Они в основном на водного базирования, то есть запускаются с кораблей, которых у нас нет, которых нам сейчас партнеры тоже не могут предоставить, в меньшей степени с наземных установок, но их очень мало. И это как раз влияет на ситуацию. То есть, безусловно, при определенной эскалации со стороны Российской Федерации, перехода войны на новый уровень, это может быть, но пока я бы расценивал такой вариант развития событий маловероятной и не ближайшей перспективы, скажем так. Но это, опять же таки, если не будет какой-то колоссального уровня эскалации. Но это стоит действительно отметить, что такая риторика, она вообще фигурирует, потому что наши партнеры, они в плане даже высказываний достаточно сдержаны. И, в принципе, когда речь идет о каких-то новых видах вооружения, идет очень длинная дискуссия, перед тем, как от «точно нет» до «возможно» переходит эта позиция дискурса. Здесь можно припомнить все, что угодно. Начиная от «Хаймерсов», заканчивая «Патриотами» и «Ф-16». Изначально о каждом из этих изделий говорилось как о чем-то, что точно нет или не в этой ситуации. Но потом, через некоторое время, мы видели вот этот сдвиг. Поэтому зерно посеяно, это, безусловно, очень хорошо. Но, опять же таки, нужно думать, что это будет вот уже завтра, послезавтра или в ближайшее время, потому что это очень серьезный так вперед. Если, конечно, в НАТО его сделают, это будет очень правильно, это будет серьезным уроком для Российской Федерации. Это действительно охладит их пыл. Но, с другой стороны, это тот риск, который в НАТО будут взвешивать очень долго. Ну, Максим, а с другой стороны, если посмотреть на вот эту эволюцию решений каких-то со стороны НАТО, то давайте вспомним начало полномасштабного вторжения, некую такую то ли растерянность, то ли, наверное, позволя себе такое слово ступор, то сейчас на парламентской ассамблее НАТО звучат вот такие вот заявления. Как бы вы вообще рассматривали вот как раз вот эту сферу с какой-то смелостью, с какой-то возможностью вести теле иные дискуссии, предоставлении вооружений? Какие-то изменения в этом плане можно проследить и в какую сторону? Ну, изменения есть, они, безусловно, в положительную сторону. Во многом это мотивировано тем, что наши союзники ключевые поняли, что угрозы со стороны Российской Федерации, они в большей степени фальшивы, если это касается их безопасности, скажем так. И Путин сильно переиграл сам себя, когда начал каждую неделю переписывать ядерную доктрину, и там начали уже угрожать, безусловно, странам НАТО нанесением прямого удара. Они ожидали получить иного эффекта, то, что испугаются Украине, не дадут разрешения бить дальнобойным оружием в углу Российской Федерации. Но если где-то это изначально и был страх, то сейчас это уже раздражение и злость. Потому что у стран НАТО есть ведь тоже своя национальная гордость. Да как это так? Россия берет и угрожает нам, что будет своими ракетами бить по нашим базам, по нашим территориям. А мы что в этой ситуации будем просто покорно их слушаться и просто надеяться на судьбу, что хоть бы нас пронесло и отдавать на откуп агрессору то, что он захочет? Конечно же нет. И поэтому вот этот сдвиг происходит. То, что мы получили разрешение бить дальнобойным вооружением в углу Российской Федерации, это колоссальный перелом, это просто тот, над которым провелась огромнейшая работа. То есть мы пришли к этому моменту и устреляют надежду, что дальше будет больше. Просто если речь идет именно о ракетах средней дальности, то здесь мы во многом опираемся в то, что их действительно очень мало. И те, которые подходят именно нам с пусковыми установками наземного типа, их еще меньше. И вот здесь чисто такие технические еще трудности. Ну а если вообще посмотреть на вот этот орган, парламентская ассамблея НАТО, то какие у него задачи? То есть как мы можем понять, насколько те идеи, которые звучат во время обсуждений, там могут дальше реализовываться? Ну это такой публичный политический консультационный орган. То есть у них нет реальных механизмов влияния на то, чтобы эти решения были приняты. То есть орган не имеет определенной формальной юридической силы внутри НАТО. То есть они могут проанализировать ситуацию, они могут политически ее либо позитивно высказаться, либо засудить эту ситуацию и выступить с определенной такой политической резолюцией, призывом или проконсультировать там органы НАТО насчет того, как нужно поступить в этой ситуации. Собственно, такого плана этот орган. Ну а если вообще посмотреть на историю с этими ракетами средней дальности, это какое-то вооружение, которое требует каких-то специальных навыков, разрешений, это какое-то оружие, которое недоступно для всех стран. Тут какая-то политическая тоже, политическая подоплека есть в этом вопросе, но либо тут только дело, в принципе, за военными и за наличием этих ракет? Здесь и политическая подоплека в том числе есть, потому что Польша хочет у себя разместить в Тамагарке, но этого до сих пор не произошло. Я напомню, что Польша — это страна-член НАТО. На данный момент, если меня память не подводит, там тамагарки есть только у США и у Британии. В принципе, все. Ну там есть какие-то свои разработки у французов, возможно, у немцев не берутся это ждать. Но если говорить о таких ракетах серийного производства с наибольшим количеством ракет, то это Тамагарки, это США и Великобритания. Ну и, в принципе, если говорить опять же о тех темах, которые звучат, в том числе и во время заседания парламентской ансамблеи НАТО, то вопрос членства Украины в Альянсе, он тоже поднимается на этих площадках? Ну да, там были высказывания о том, что, безусловно, будущее Украина с НАТО, что безопасность Украины — это безопасность НАТО, что только вместе мы сможем преодолеть все эти угрозы. Но сейчас главный аргумент, о котором идет речь, то, что все равно в определенном смысле угрозы ядерной эскалации Российской Федерации, они продолжают работать. И, то есть, если, например, страны отдельно не верят в то, что Россия может нанести по ним конкретный удар за какую-то помощь Украине, то если Украину пригласить в НАТО, то может быть, ну, в их представлении приглашением войны на свою территорию. Поэтому здесь еще есть большие сомнения, но вполне возможно, что с развитием событий, даже в ближайшее время, если все-таки в России это рвется полностью от реальность, и решат нести удар по Польше, к примеру, это может все изменить кардинально. Когда уже не будет каких-то сдерживающих факторов, и вступление Украины в НАТО, поверьте, очень сильно ускорится. Потому что все эти формальные заявления о том, что какие-то там условия не выполнены и так далее, это все чепуха, поскольку решение принятия страны в НАТО на 90% — это решение политической воли. Ну что ж, будем продолжать следить и за заседаниями парламентской ассамблеи НАТО, и за другими заявлениями, которые звучат на других площадках от наших партнеров, от наших союзников. Максим, спасибо за то, что находите время к нам присоединиться и обсудить эти темы. Максим Несветайлов, политолог, эксперт-международник, напомню, с нами был на связи. Узнавайте всю правду о войне России против Украины и самые оперативные новости первыми в нашем канале. Freedom — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.